Друзья, всем привет! С вами Аня Букспейс, и сегодня я показываю вам свои книжные покупки за март. Компания весьма разношерстная, но очень крутая. Так что, поехали знакомиться. В буквальном феврале я ездила в Москву на открытие магазина Фанка. Там видео с Денисом Оптимистером, и он мне подарил два своих комикса, которые я слегка предварительно поклянчила, и тем не менее, байки с Ралеева 72 и шапочка. В прошлом, или даже, кажется, в пазо-прошлом году, читала первую часть байки с Ралеева 71, и, по идее, по формату они должны совпадать... Да, вполне себе. Это продолжение, вторая часть по той же улице, по улице Ралеева, но уже не в заброшенном доме, а в психбольнице. Для меня это классная возможность увидеть, какие у нас есть художники, какие у нас есть потенциально хорошие рассказчики и сценаристы, и узнать, будет ли так же круто здесь соединяться кусочки историк, это было в первой части. Знаю, что уже есть работа над байками с Ралеева 73, по той же невезучей улице, и мне Денис рассказывал, что в каждом сборнике зашита просто тьма тьмущая пасхалок, отсылок и каких-то наводящих к будущим томам намеков, скажем так. Я ее отложила на более конкретное и дотошное изучение на апрель, чтобы сейчас ее в попыхах не рассматривать и не изучать, тем более, что я буду очень долго привыкать к разношерстному стилю, ибо художников здесь много. И каждая история, она отрисована в своем личном и уникальном стиле. Проверим, посмотрим, изучим и проверим также еще и топ-материалы каждой книги. Дальше, друзья, нашумевшая и известная шапочка, Алиниса Оптимистера и художница Юлии Воросаби. Пока что с ней я лично не знакома, но уж больно мне нравится ее стиль. Это потрясающе, конечно. Он вроде бы простой, по-моему, даже книга отрисована маркерами, если я не ошибаюсь, но это так круто. Здесь комикс исполнен в одной цветовой гамме, базовой. Это черный, белый и красный цвет. Дальше к ним присоединяются желтый, ближе к концу истории. Я вот не знаю, как вам ее анонсировать, чтобы ее не проспойлерить. Очень жестко, потому что история у нас здесь не то чтобы очень длинная, она получается где-то на 3 пятых, еще 2 пятых у нас здесь дополнительные материалы. Поэтому, если вкратце, у нас волк попадает в передрягу, а шапочка явно не та, кем кажется, буквально с первых же страниц. Комикс я уже прочитала и знатненько с него протащилась. Это очень клевая, незамыленная, нетривиальная и свежая история, которая из сказки перетекает в фантастику. Это очень здорово. Даже прямо я захотела сделать вам подборку про сказки на Новый Лад. Если вам такое интересно, пожалуйста, об этом в комментариях напишите. Сделаю в апреле, если вам, конечно, интересно. Я прямо не ожидала, что это будет так залипательно, и каждый глава заканчивается таким кликхэнгером, не слабеньким. Вы знаете, как в сериале. Но подробнее хочется мне про него вам поговорить уже в прочитанном, ибо есть чем поделиться, к чему придраться чуть-чуть совсем, и что похвалить. Очень клево. Тем более, что я пока что не изучала дополнительные материалы, а их там много. Это очень клевая работа. Такая, знаете, вот реально свежая и особо не замыленная фантастика. Замечательно. Я прям довольна. Если будет продолжение и будут такие же альтернативные истории со сказками, я буду первая в рядах покупки. Так, ну раз мы начали с комиксов, то, в принципе, давайте с комиксов мы и продолжим. Итак, фанаты очень странных дел. Просыпайтесь, ваше время настало. Новиночка шикарненькая. Я уже успела ее прочитать. Мне так понравилось. Сейчас буду вам по ней рассказывать. Очень странные дела. Это спин-офф к основной истории со знакомыми персонажами, с знакомых локациях, с доктором Брэнноном и с новой девушкой, которую зовут Франсин, и она идет под кодовым номером 6. Замязка примерно такая же, что и была с номером 11. Девушку со сверхспособностями вгоняют в лабораторию и подвергают опытом. В ходе жутких испытаний ей приоткрывается мрачная завеса ужасного будущего, и она всеми силами пытается его изменить. Обратите внимание, что оформлено, по-моему, вообще один в один, как и с таким же спин-оффом другая сторона. Так что для коллекции, кто собирает, вообще отлично. Но вот здесь меня просто кратно и кратно порадовал стиль художника, и колористика, и его лайн. Все буквально исключительно в моем вкусе. И лайн, и колористика, и раскатровки, понятное дело. Просто здесь лайн, он вроде бы простой, но все равно мимика, она сохраняется у героев. Это классно. Но я тащусь, конечно, с колористики. Она здесь не вырви глаз, она здесь мягкая, очень стильная, и отлично передает дух конца 70-х, получается. К слову, сейчас такая тема с экспериментами над подростками, со сверхспособностями. Она как будто бы вот набирает обороты и выливается и в сериалы, и в киношки, и в комиксы, и в книги, кстати. Вот та же книга Стейна Кинга, грядущая, вот вот должна выйти. Так что если вам она нравится, то, пожалуйста, внимание обратите вот на это, и вот на это тоже. Дальше, друзья, по комиксам у меня есть новинка для фанатов Сабрины. Сабрина, жуткие приключения, монстры внутри. Это продолжение истории из Сабрины, жуткие приключения. Вот, та же линейка. Я, наконец-то, начала смотреть первый сезон, и это, конечно, очень клёво. Так готичненько, стильненько, но при этом я слышала очень много плохих впечатлений о третьем сезоне. И даже, блин, не знаю, стоит ли к нему подбираться, и стоит ли вообще его смотреть, раз он так всё плохо. Но, по крайней мере, ограничиваюсь первыми двумя, и вот, по крайней мере, комиксами. Вот, несмотря на то, что сериал, он очень клёвый, но при этом всё равно атмосфера в сериале и в комиксах, она разнится. Прямо явно, потому что в комиксах она как будто бы более серьёзная, как будто бы более жёсткая, что ли. И Сабрина здесь, она более здравомыслящая, что ли, ну, более такая собранная ведьмочка. Я имею в виду больше её рассуждения о жизни, больше её метания среди внутренней борьбы, как бы, мир мёртвых или мир живых. В сериале это как бы есть, но это здесь показано поинтереснее, что ли. В комиксе здесь такая клёвая цветовая гамма, просто пальчики оближешь. И она, наверное, идеально впишется под сентябрь, под октябрь и подборочку на Хэллоуин. Ну, или подборку о ведьмах, кстати, если вам такая тема актуальна, опять же, пожалуйста, в комментариях этим делом делитесь, чтобы я знала, существует ли её делать. У меня есть определённый бэк в ведьмачьих историях и комиксах, и не только, поэтому чем поделиться есть, главное, ваше желание. Ещё в сторону стиля хотела бы добавить, что вот его как будто бы искусственно состарили, мол, вот было предание, собрение в виде комиксах, да, но смотрится очень стильно. Так что, ребят, если вы фанатеете по тематике ведьмачества, если вам нравится сериал от Netflix, если вы, в принципе, любите такие истории мистично-кровожадненько-хоррорные, то вам определённо вот сюда. Это будет отличное дополнение в вашу копилочку историй про ведьм вполне себе. Конечно, очень на любителя из-за специфичного рисунка, но если вам такое нравится, то это отличный вариант. Дальше, друзья, вот у меня к вам вопрос. Вы ждёте ли вы так же, как это жду я, второй сезон Академии Амбрелла? Просто я так сильно кайфанула при просмотре первого сезона, основанного на комиксе, по крайней мере, двух его историях, Джарда Уэя Академии Амбрелла. Это было так круто, это была такая клёвая работа по визуалу, по саундтрекам, по героям, и его достаточно грамотно, я так считаю, адаптировали к современным реалиям, по современного зрителя. При этом, как бы да, адаптировали больше именно под современные тренды, целый комикс, под современные запросы, скажем так. Картинку сделали более красивой, качественной, вот вырезанной, как бы это странно ни звучало. И многим это не понравилось. Я знаю, что есть такие ребята, что многие, кто комикс пока что не читал, смотрели сериал и думали, что это просто какой-то фарс. Это просто вот яркая карусель, чем меня это, в принципе, бесконечно привлекает. И тем не менее, если вам сериал показался очень уж напыщенным и чересчур красивым, в плохом смысле этого слова, то комикс явно будет для вас, ребята. Он более мрачный, он более зрелый, что ли, он более наполненный. В сериале больше времени отдается на движуху, на красивые эффекты, на клевые саундтреки, и вот просто обожаю. Но при этом в комиксе более клево раскрыта основная тема этой книги. Взаимоотношения внутри очень стремной семейки. Разношерстной, которая другу не подходит. Как они могут друг с другом ужиться и при этом простить грехи своего приемного отца, вот об этом в комиксе более прикольно показано. Для тех, кто не в теме, что это такое, с чем его едят, о чем, в принципе, история. Те, кто пропустил сериал, оправляю вас на видео мое, где я рассказывала, о чем эта история, показывала вам, что там и как. Если буквально вкратце, то это история о том, как один миллионер, филантроп, социопат и ученый, и пришелец усыновил 7 рожденных детей, рожденных в очень странных обстоятельствах у женщин, которые не были беременны. Дети родились со сверхспособностями, он их объединил в свою семью и сделал из них Академию Амбрелла, которая спасает мир. И при этом это абсолютно вот нетипичная супергероика, вот вообще нет. Это опять же больше гранж, наверное, это больше какой-то степной супергероикой, это больше драма семейная, чем супергероика как таковая. Хотя по факту, допустим, вот в третьей части от автора Джарада Уэя, Отель Забвения, здесь у нас больше движухи в разы, и меньше рефлексии, и меньше самокопания героев. С одной стороны, это, конечно, плюс, но с другой стороны, чуть-чуть, наверное, ей теряется харизма героев. Так что, ребята, если вы видите этот комикс в магазине, то помните о том, что у него есть предыстория. Здесь две части, а это его третья часть. Без нее вот это, скорее всего, вам не зайдет, будет несъедобно, в принципе. Так что, вот, обратите внимание, те, кто уже устал от Марвел, от DC, да, от клевых суперменов, вам, скорее всего, это очень сильно зайдет, если вам нравится супергероика. Изданию от меня огромнейший лайк, потому что та же хардовая обложка, отличные иллюстрации, все очень клево и качественно сделано. По поводу сериала, его адаптировали вот из этих двух историй, собранных в первом томе. При этом адаптировали слегка частично, и когда закончили сериал мощнейшим клиффхенгером, я сидела и думала, так, окей, хорошо, а откуда они будут брать материал на дальнейшее развитие героев? Неужели без базы? И вот мне интересно, насколько сильно они адаптируют еще и Отель Забвения в сериале во втором сезоне, который, к слову, уже отснят. Проверим. Кстати, еще, что вам нужно знать по поводу комиксов, это то, что здесь герои, некоторые, они кардинально образом и некоторым взаимодействием разнятся с сериалом. Они здесь слегка поглубже. Вот та же история Эллисон, номер 3, она третья в семействе, вот у нее история в комиксах слегка по-другому закручивается, и Клаус здесь не такой эксцентричный, избалмошный, как в комиксе. Если вам интересно будет сравнить героев в сериале и в комиксах, мои горячие рекомендации. Ну что, ребята, пришли хорошие скидки, и Аня, разумеется, кинула скупать манго, потому что без скидок это, конечно, то еще разорение, и с Жабой мы, ядно, не договоримся. Но когда есть скидки, Жаба, в принципе, согласна дать мне маленькую волю на 5 минут буквально, или хотя бы вот на 3 книги. И, разумеется, я скупаю сейчас Атаку на Титанов, потому что я не могу ее распробовать с двух томов. В первом томе я слегка охренела, мягко говоря, от его развязки. Я сейчас в процессе чтения, и вот купила себе запас на весну, но при этом я коплю эмоции уже, наверное, на отдельный ролик по манге. Там будет и Бакуман, и Алхимик, и Атака на Титанов, и, возможно, Токийский Гуль. Мне кажется, это было бы более логично сделать именно отдельный ролик под заголовком «Подписчики посадили меня на мангу». Ну а сейчас, признаться, все комиксы и вся манга у меня отправляются на полочку подождать, пока Аня расправится с пара циклов и с кирпичами. О да, а еще мне появилась такая странная, буквально патологическая боязнь, что книги раскупят, а допечатки не будет. Поэтому покупаю его сейчас, все и сразу. Ну что, вашему вниманию представляю целую толпу Джо Аберкромби в моем нынешнем положении восторженном чтении первого закона. Это просто мастхэв, ребята. При этом мне его слегка не везет именно с изданиями. Вы помните, я вам рассказывала в своем видео где-то вот здесь, про вот эти вот коцки на героях. Это, конечно, неприятно, но не конец света, и тем не менее... А еще, между прочим, вот на книжке лучше подавать холодным у нас здесь не пропечатан мягкий знак. Ну, такой же краской серебряной. Ну, серьезно, что ли, вообще? Ну, как бы мелочи, но как бы все-таки коллекция у меня будет Аберкромби. Это у меня уже полностью автопокупаемый автор. По поводу Джо Аберкромби, друзья, я довольно просто... Как не знаю, была довольна в последний раз, наверное, Робин Хобб. Это идеальнейшая фэнтези, каноничная и просто образцовая, я бы сказала. Об этом я с вами делилась эмоциями в своем прошлом видео. Читая сейчас, там я прямо буквально пищала от восторга и готова вот пищать, орать в потолок и его прошибать своими восторгами. Это очень клево. И, с другой стороны, большущий минус в том, что после Аберкромби я не могу читать другое фэнтези. Оно у меня просто тупо не идет. После моего громогласного отзыва по поводу Первого Закона, большинство ваших запросов и, скажем так, указателей на мое внимание уходили в сторону этой книги. Лучше подавать холодным. Именно она, в чем-то, вам нравится больше всего. Но также мне рекомендовали вот и героев, и красную страну. Все это происходит в одном мире земного круга, примерно в одном сеттинге, примерно, возможно, там задействованы некоторые герои из саги Первого Закона, но другое время и другие локации, соответственно. Кстати, ребята, я вот послушала советы Виталия Виста из Инстаграма и вам тоже их передаю, потому что это must hear. Короче, если вы хотели бы начать обе кромби, не начинайте с немного ненависти. Просто начните лучше с Первого Закона, либо, допустим, с его трилогии «Море осколков». Она там более, по-моему, подростковая, я пока что ее не читала, но планирую. Но не с немного ненависти и не отдельно. Вот с этой книги не отдельно. Вот с этой книги и не отдельно с Красной Страны. И вот почему? Потому что все они спойлерятся и очень сильно. Я буквально вот недавно подумала во время чтения Первого Закона, прочитаю-ка я, короче, аннотацию к немного ненависти. Себе интерес подогрею к серии. Угу, подогрела. Я проспойлерила себе полностью третью часть и полностью практически, как бы, трилогию Первого Закона. Класс вообще, замечательно. Ну, как бы, это мои проблемы, что я полезла читать аннотацию третьего, по-моему, цикла. Получается, цикл, три книги отдельные и новый цикл в «Земном круге». Не читайте аннотации будущих циклов книг. Это, конечно, совет достаточно очевидный, но тем не менее. То же самое у меня было, кстати, и с Робин Хобб, когда я решила почитать. Какая же там интересная аннотация в миссии Шута? И хорошо, что я к тому времени прочитала сагу о видящих. Просто открываешь такую аннотацию, а там, короче, такой-то умер, такой-то сейчас король, а такой-то ушел туда. И ты такой... Короче, друзья, не делайте так. Я вам рекомендую Абекроми начинать именно с первого закона. Именно там настраиваются отношения у героев. Именно там они все прорастают и уже расставляются на определенные позиции к будущим частям. Именно там. Ну, якобы я вам хвастаюсь Абекроми. Пока что он есть в магазинах. Пока что его не раскупили. Вот единственное, что эта коска меня прям расстраивает. Прям неслабо, конечно. Конечно, ее будет не видно на полке. Там я могу Фанка заставить, да? Ну, блин. Сейчас, благодаря восторгам Юлии Боксераун, мне на Буктюе пошла огромнейшая волна чтения Королевской Крови. Так что готовьте ваши серфы, точнее ваши книги, и будем ее пытаться покорить. У меня появилась вторая часть, «Скрытое пламя» из нового переиздания этого цикла. Оно, конечно, просто великолепнейшее. И, скорее всего, уже все фанаты о нем знают и видели. Но если вы не видели, то вот рассказываю и показываю. Вот, смотрите внимательнее. Все очень круто, лощено, симпатично. Дорогая бумага, твердая обложка. Все прекрасно, еще и с иллюстрациями. Но тут, конечно, цена не особо демократична. Но на хорошую скидку, думаю, можно подловить еще себе экземплярчик. Просто мне это издание нравится гораздо больше, чем предыдущее, по-моему, АСТ официальное. Вот, это у меня вторая часть, «Скрытое пламя», которое, кстати, меня манит в разы больше, чем первая часть. И вот почему. Потому что здесь, судя по аннотации, действие развернется еще и в маг-университете с четвертой сестрой. Дело не в том, что я люблю прямо такие магические университеты, хотя, в принципе, тоже у меня к ним есть определенная симпатия. Просто я видела в первой части одну, либо, по-моему, там пара была сцен именно с магиками из университета. И, блин, так зацепило нереально, не знаю почему. Возможно, то, что там у них есть какая-то предыстория их взаимоотношений, какое-то их связывает драматичное событие, потери одного из своих коллег. Это прям клево. И тем более, что я слышала, что большинству из зрителей и читателей нравится как раз их взаимоотношения Трота и Алины. И я как бы готова ко всему этому добру. И как раз-таки я пока что себе не планировала, кстати, чтение на апрель пока что. Если все в марте пойдет хорошо и шустренько, то, возможно, апрель у меня начнется с королевской крови заново, ребятки. Вот так вот. Так что ждите. Ох, еще одно мое пополнение коллекции, на которую у меня почему-то очень сильно не хватает времени. И, тем не менее, покупаю. Дорожная карта шоураннера. Ее я увидела на канале у Екатерины, скандально неизвестный сценарист. По ее рекомендации и прикупила. Как раз-таки это вот пособие для будущих шоураннеров, для будущих сценаристов сериала. Какие есть тонкости в этом плане? В чем отличие от сценария к фильму? И что, в принципе, с этим можно делать? Просто, допустим, мне вот тоже интересно, почему одни сериалы провальные, а другие сериалы, они обрастают мощной фан-базой и все требуют еще. И они успешные и кассовые. В чем разница? В чем главная фишка книги? Вот здесь на каждую главу есть интервью создателям конкретного сериала. Ну вот, например, у нас здесь есть Хорошая жена, Во все тяжкие. Здесь есть Доктор Хаос, Родители, Связь, Остаться в живых, Ходячие мертвецы, Декстер, Кости, Убийство, Однажды в сказке. А вот это уже круто. И очень даже по-взрослому я бы сказала. Потому что одно дело, когда у тебя есть именитые советы, а другое дело, когда у тебя есть советы от рандомного, пускай даже разбирающегося чувака, который тебе не знаком. Да, пускай он знает теорию, отлично не разбирается, но при этом эти ребята уже знают практику. Из минусов издания, ну, субъективно, наверное, формат. Мне не очень нравится вот это расположение колонок из интернета, как будто бы, знаете, очень узенько и вполне себе удобно, пускай на хорошей бумаге. У меня собрана целая коллекция книг по драматургии и работы со сценарием. Я пока вот думаю, в каком формате мне их приносить на канал. Мне бы, конечно, хотелось сделать больше видеоконспекты по каждой из книг, а потом уже из них слепить хороший видеогид о том, что за книги, для кого нужны, кому для сценария, кому для писательства, кому, в принципе, для идей, кому для разработки, кому для структурирования, кому просто для вдохновения. Их много, они все разные, и при этом я пока что вот думаю, как мне с ними лучше быть. И самое, что дурацкое и обидное, наверное, это то, что вот этот мой нотфик, который я люблю, который я изучаю и прикалываю, с которым у меня его из моей жизни вытесняет художка очень сильно, потому что так много у меня еще непрочитанной художки, хорошей, качественной, базовой, скажем так. По поводу вопроса, почему я покупаю новые книги из тематики, хотя пока что не дочитывала старые, я объясню почему, потому что, возможно, потом она закончится. Я ее не отыщу в продаже, а сомневаюсь, что у нее будет дополнительный тираж, сами понимаете. Так что купила, кушать не просит, это уже хорошо, и буду потихонечку их все конспектировать, чтобы вам делать отдельный ролик. Когда именно, не знаю, друзья, как будет время. Ну что, финальная книга этого выпуска, это, кстати, не вполне себе книга, это спецвыпуск журнала Мира Фантастики. Я их поддерживала в краудфандинговой компании, и как раз-таки именно этот приз мне был больше интересен для чтения. Я скажу вам так, что я слегка жалею о том, что я в своей юности, в универе, покупала больше журналы про рецепты, про красоту, про бьюти, хотя как бы с советами не пользовалась вообще. Лучше бы покупала, наверное, Мир Фантастики. Теперь мне для меня он особо не актуален в качестве подписки, потому что есть электронный его вариант. Ну, в принципе, группа в контакте, допустим, да. Вот, но тем не менее, вот спецвыпуски мне особо интересны, потому что они в хорошем оформлении, в твердой обложке. У меня есть, по-моему, первый выпуск про 100 лучших фантастических, сложное слово, книг, и вот как раз-таки третий выпуск про фантастические 2010-е. Весь этот спецвыпуск — это массовое подведение итогов по десятилетию. Какими книгами, фильмами, играми, аниме, музыкой и сериалами его можно охарактеризовать? Ну, и к тому же, этой покупкой я хотела бы закрыть некоторые пробелы в знаниях, так как блогинг я ворвалась в 2016 году и следила вот не за всем, за чем можно было бы следить и что-то могла упустить. Мне, к слову, очень сильно нравится оформление. Хорошие выбранные иллюстрации, удобно навигаться, все очень клево. Второе, для чего мне этот спецвыпуск нужен, помимо того, что это архив, я хотела бы спрогнозировать некоторые тенденции на будущее, на будущее литературы, сериалов, кино, в принципе. То есть, что модно было в десятилетии прошедшем, с чем прикалывались, с чем интересовались, и что будет модно, залипательно и круто вот в текущем 20-м году и в текущем десятилетии втором. Ну, в принципе, друзья, все, это были мои новенькие книги в марте, и еще, просто хочу поделиться, понимаю, что это как бы не книга, и канал у меня не игровой, пока что, наверное, е, и тем не менее, поделюсь с вами своей радостью, потому что это моя такая первая серьезная фэнтези-настолка, серьезная, но, короче, Манчкин, наконец-то у меня появился в обиходе Манчкин, человеку 28 лет, скоро будет 29, впервые буду играть в Манчкина. Я вот настолько довольна этой покупкой, как будто бы я купила ультра-мега-желанную книгу. Завтра, воскресенье, мы уже будем с друзьями ее тестировать. Я слегка волнуюсь, потому что я очень долго вникала в правила, прям читала, и у меня прям мозг дымился, знаете, типа, что, что происходит? Но потом я посмотрела очень много геймплеев, посмотрела, в принципе, правила, скачала себе этот самый алгоритм по игрушке. И, короче, просто я, человек на соках, пока что особо не искушенный. То есть я люблю играть в Шакала очень сильно, в Катан обожаю и часто, кстати, выигрываю. И вот Манчкин. Я прям просмотрела все-все карточки в игрушке и так прикололась и с арта, и с, в принципе, фантазии разработчика. Короче, очень клево, ребят. Знаю, что большинство из вас прямо жалеют о том, что я в компьютерные игры не прикалываюсь и не ходок в, видимо, Кат, третью часть, по крайней мере. Зато я ходок вот в настольные игры. Это прям классно. Все, похвасталась. С вами была Аня Кабыч, а скоро мы уже увидимся обязательно. Все, друзья, всем пока и до встречи.